В мире футбола, где успех на поле тесно связан с финансовыми вложениями, рыночная стоимость игроков является критическим показателем. На протяжении 2023 года мы наблюдали уникальные перемены в экономической динамике футбольных клубов, особенно касательно роста стоимости их составов. В этом видео мы сфокусируемся на тех командах, чей состав значительно подорожал в 2023 году в топ-5 лигах на портале TransferMarkt, анализируя ключевые факторы, которые способствовали этому росту. От блестящих трансферов до впечатляющего развития молодых талантов мы раскроем, какие клубы смогли максимально увеличить свою рыночную стоимость и как это отразится на их будущих успехах на мировой арене. Не забывайте подписываться на канал, чтобы первыми смотреть наши новые выпуски, которые выходят на протяжении всей недели. Ну а перед тем, как продолжить, у нас есть очень важная и радостная новость для наших зрителей. В честь нового года мы решили провести грандиозный конкурс и разыграть множество классных призов в нашем телеграм-канале. Мы разыгрываем аж три штуки Sony PlayStation 5, а также 25 футболок любимого клуба и 25 версий FC24 на любую консоль. Всего 53 приза. Чтобы принять участие в розыгрыше, просто переходите по ссылке в описании, подпишитесь на наши каналы и нажмите кнопку «Участвовать». Все 50 победителей будут определены вечером 27 января случайным образом. Желаем всем удачи! Ссылка в описании. А мы начинаем! Десятое место. Борнмут. Плюс 135 миллионов 400 тысяч евро. Плюс 75,3 процента. Открывает нашу подборку Борнмут, который, несмотря на борьбу за выживание в прошлом сезоне АПЛ, смог добиться приличного роста в стоимости своего состава, почти в дважды прибавив в цене. В сезоне 22-23 команда начинала во главе Скотта Паркера, но провалив старт, англичанин быстро был уволен. Особенно вспоминается позор в выездном матче против Ливерпуля, который вишенки умудрились проиграть со счетом 0-9. Пришедший Гарри О'Нилл смог сбалансировать команду и сохранить прописку для клуба ВПЛ, несмотря на четыре поражения подряд в концовке сезона. Старт компании 23-24 Борнмут начал во главе Андани Ираоллы, молодого тренера, который тренировал в Испании Райо Вальекана и прививает своим командам атакующий футбол, заточенный на контроль мяча. Вишенки сделали выводы после фиаско прошлого сезона и не поскупились 127 миллионами евро на новых игроков. В клуб пришли Тайлер Адамс, Хамет Трауре, Алекс Скотт, Милош Керкеш и многие другие. Первые туры АПЛ выдались для испанского коуча в край тяжелым, ведь Борнмуту предстояло играть против Вестхэма, Ливерпуля, Тоттенхэма, Челси, Арсенала и других. В матче против лидеров Вишенки смогли взять только три очка в первых девяти матчах, а в СМИ появились слухи, что Ираола может быть уволен. К счастью, руководство оставило испанского тренера, и сейчас Борнмут смог подняться на 12-ю позицию, выиграв шесть матчей из восьми последних. Главный бомбардир команды Доминик Саланке прибавил 7 миллионов евро к своей стоимости. Также прогресса добились Илья Забарный, плюс 7 миллионов евро, Филипп Биллинг, плюс 4 миллиона евро, Маркос Сенесси, плюс 3 миллиона евро, Милош Керкиш, плюс 5 миллионов евро, а также многие другие игроки. Если Борнмут и дальше сможет набирать очки, как ему это удавалось в последних матчах АПЛ, команда Ираола вполне может подняться в первую десятку, а игроки и дальше будут расти в цене. Прекрасная работа в исполнении испанского тренера. Девятое место. ПСЖ, плюс 135 миллионов, 450 тысяч евро, плюс 14,7 процента. Парижане прошлым летом устроили революцию в клубе, попрощавшись с такими игроками, как Месси, Неймар, Верати, Дракслер, Вейналдум и многими другими. ПСЖ в очередной раз облажался в Лиге чемпионов, дважды уступив Баварии на стадии 1-8 финала, а в чемпионате с трудом обошел Ланц, который до последнего мог рассчитывать на чемпионство. После расставания с лидерами клуб также сменил и тренера, и на замену Кристофу Галтье пришел Луис Энрике, бывший тренер Барселоны и сборной Испании. Под нового коуча были приобретены новые игроки, которые обошлись парижскому клубу в 369 миллионов евро. Шкриньяр и Марко Асенсио пришли на правах свободного агента. Колумуани был куплен у Айнтрахта за 95 миллионов евро, Мануэл Угарте за 60 миллионов евро, Усман Дембеле 50 миллионов евро, Лукас Эрнандес 45 миллионов евро, Брэдли Баркаля 45 миллионов евро, Уго Экитике 28,5 миллионов евро, Кан Инли 22 миллиона евро и Лукас Беральдо 20 миллионов евро. Старт сезона выдался для PSG сложным, ведь в первых турах банда Энрике не смогла обыграть Ларьян и Тулузу, а в Лиге чемпионов, где парижан ждала группа смерти, состоялся разгром от Нью-Касла 1-4. Несмотря на проблемы, PSG все же вышел со второго места в плей-офф, где им предстоит встреча против Риалса Сьедада, а в Лиге 1 команда уверенно занимает первое место, опережая Ниццу на 8 очков. Также прогресса в цене добились и многие игроки. Ценник на Мбаппе вырос еще на 20 миллионов евро, Угарте на 5 миллионов евро, а молодой вундеркинд Заир Эмери подорожал сразу на 54 миллиона евро. Как мы видим, благодаря расставаниям с многими возрастными игроками и обилием трансферов в 2023 году, PSG смог вырасти в цене, хотя большинство из игроков парижского клуба и подешевели. Если клуб не будет и дальше скупать дорогих исполнителей, мы вряд ли увидим PSG в подобной подборке в следующем году. Восьмое место. Байер. Плюс 141 миллион 700 тысяч евро. Плюс 33,7%. Феноменальный Байер в этом сезоне влюбил в себя многих футбольных фанатов по всему миру. Весь Ливеркузанский клуб под руководством Хаби Алонса добился колоссального прогресса и сейчас лидирует в Бундеслиге. Прошлую кампанию фармацевты закончили на шестой позиции, что позволило команде пробиться в Лигу Европы. А уже летом руководство потратило 80 миллионов евро на усиление состава. В клуб пришли Нейтан Телло за 23 миллиона 300 тысяч евро, Виктор Бонифасе за 20,5 миллионов евро, Гранит Джака за 15 миллионов евро, Йонас Хоффман за 10 миллионов евро, Алекандро Гримальде на правах свободного агента и другие. Благодаря вливанию свежей крови, Алонса смог сбалансировать состав и расширить глубину состава, что в конечном итоге помогло Байеру ни разу не проиграть в нынешнем сезоне. Чего только стоят последние игры в Бундеслиге, где команда, несмотря на потерю многих лидеров, смогла вырвать 6 очков на последних минутах матчей. В 18 встречах чемпионата подопечные Алонса забили 50 голов при 14 пропущенных, делали 6,9 ударов в створ в среднем за игру и 61,6% времени владели мячом. Отдельно стоит отметить лидеров команды, благодаря которым Байер демонстрирует настолько атакующую игру. Пришедший бесплатно левый латераль Алехандро Гримальдо провел все матчи Бундеслиги в основе, забив 7 голов и отдав 8 результативных передач. Если в начале 2023 года игрок оценивался в 25 миллионов евро, то сейчас его ценник вырос на 10 миллионов евро, а уже по окончанию сезона возможен дальнейший рост. Эсекиэль Паласиас, выступающий в центре поля, сделал 6 результативных действий в чемпионате. При этом он создал 6 голевых моментов, сделал 2,7 отборов в среднем за игру и имел 92% точности передач. Его стоимость выросла на 25 миллионов евро. Юный вундеркинд Флориан Вирц продолжает свое восхождение, сделав 12 результативных действий, а также отдавал 2,2 ключевые передачи в среднем за игру, создал 9 голевых моментов и имеет 52% успешного дриблинга. Сейчас Трансфермаркт оценивает немцев 100 миллионов евро, хотя еще год назад он стоил 70 миллионов евро. Если говорить про игроков, которые еще выросли в цене, то это Жермиф Римпонг плюс 15 миллионов евро, Эдмунд Апсаба плюс 10 миллионов евро, Виктор Бонифасе плюс 28 миллионов евро, Аделон Касуну плюс 17 миллионов евро, Пьера Инкопье плюс 10 миллионов евро и многие другие. У Байера есть все шансы завоевать первое в истории чемпионство Бундеслиги, и если команда продолжит выступать на том же уровне до конца сезона, подопечные Алонса могут оказаться главной сенсацией нынешней кампании. А как вы думаете, по силам ли Байеру удержаться на первом месте в чемпионате? Пишите в комментариях, нам будет интересно почитать ваше мнение. Седьмое место. Брайтон. Плюс 169 миллионов евро. Плюс 50,5%. Команда Роберто Детзерби продолжает свое восхождение на футбольном Олимпе и уже сейчас считается грозной силой ВПЛ, которая может обыграть любого соперника в лиге. Итальянец был назначен в сентябре 2022 года и шаг за шагом выстроил мощный коллектив, который хорош как в контроле мяча, так и в атакующих действиях. «Что мне нравится в Роберто Детзерби? Я восхищаюсь им за то, что ему не важно, в какой команде он тренирует. Он доказывает, что необязательно быть в топ-клубе с топ-выдающимися игроками, чтобы заставить свою команду играть так, как ты хочешь», признавался Пеп Гвардиола. Благодаря итальянскому специалисту «Чайки» впервые в истории вышли в Еврокубки, заняв шестое место по итогам сезона 22-23. А уже в 2023 году Брайтон впервые вышел в плей-офф Лиги Европы. Летом команду пополнили Жуау Педро за 34 миллиона 200 тысяч евро, Карлос Балиба за 27 миллионов евро, Барт Вербрюген за 20 миллионов евро, Игор за 16 миллионов 150 тысяч евро и был арендован Ансуфати у Барселоны. Клуб потратил 109 миллионов 500 тысяч евро на трансферы, чего ранее никогда не делал, но при этом заработал 195 миллионов 900 тысяч евро на продажах. Команду покинули Мойзе Скайседа, который обошелся Челси в 116 миллионов евро, чемпион мира Алексис МакАлистер, перешедший за 42 миллиона евро в Ливерпуль, и Роберт Санчес, ушедший в тот же Челси за 28 миллионов 700 тысяч евро. В нынешней компании Брайтон идет на восьмой позиции, но отстает от шестого еврокубкового места на три очка. Если говорить о прогрессе в цене, то наибольшего прироста добился молодой форвард Эван Фергюсон, который уже сейчас оценивается в 65 миллионов евро. Каору Митома за 2023 год прибавил 41 миллион 500 тысяч евро. Первис Эступиньян плюс 15 миллионов евро. Симон Одингра плюс 10 миллионов евро. Соли Марч плюс 10 миллионов евро. А также многие другие также выросли в цене. Благодаря умному руководству и продуманным трансферам, Брайтон продолжает расти в цене, развивая молодых игроков и демонстрируя прекрасную игру, которая позволяет быть конкурентоспособной в сильнейшей лиге мира. Хочется верить, что Дет Зерби задержится в клубе надолго, и рано или поздно мы увидим чаек в Лиге чемпионов. Выступая команда в другой лиге, мы бы уже давно увидели Брайтон в ЛЧ. Шестое место. Бернли. Плюс 170 миллионов 600 тысяч евро. Плюс 189,5%. Бордовые в прошлом году смогли подняться в ЭПЛ благодаря Винсану Компании, которую возглавил клуб летом 2022 года. Бернли уверенно занял первое место в чемпионшипе, набрав 101 очко и гарантировал себе повышение. От бельгийского коуча рассчитывали продолжение банкета в высшем дивизионе, поэтому выделили на трансферы 111 миллионов евро, благодаря чему клуб пополнили Сандер Берге за 13 миллионов 900 тысяч евро, Зеки Амдоу Ни за 18 миллионов 600 тысяч евро, Джеймс Траффорд за 17 миллионов 300 тысяч евро, Аарон Рэмзи из Астон Виллы за 16 миллионов 450 тысяч евро, Луис Байер за 15 миллионов евро и многие другие. Усиление должно было помочь Компании начать строить команду, которая как минимум сохранит прописку на следующий сезон, но сейчас Бордовам не удается это сделать. Клуб идет на 19 строчке, имея только 12 очков в 21 встрече и разницу мячей минус 21. Английская премьер-лига дает новичкам мощнейший буст, которому может позавидовать та же Жерона, которая не может позволить себе тратить столько денег за одну трансферную кампанию, но при этом удержаться в АПЛ всегда сложно. Бернли прибавили в цене почти в три раза, но получится ли у них удержаться на таком уровне, мы узнаем в конце мая. Пятое место. Астон Вилла. Плюс 170 миллионов 900 тысяч евро. Плюс 36,5%. Продолжает наш ТОП еще одна тренерская команда, которая благодаря приходу Уная Эмери, сменившего в ноябре 2022 года Стивена Джерарда, смогла подняться со дна таблицы и выйти в Еврокубки, заняв седьмое место. Летом руководство выделило на потребности главного тренера 93 миллиона евро, а в клуб пришли Муса Диаби за 55 миллионов евро, Пау Торрес за 33 миллиона евро, Никола Дзаньола на правах аренды и Юри Тильманс как свободный агент. Благодаря усилению состава подопечные Эмери сейчас идут в зоне Лиги Чемпионов и даже претендуют на победу в АПЛ. Астон Вилла забила 43 гола в 21 матче чемпионата, в среднем за матч имела 55,5% владения мячом и создавала 2,7 голевых момента за игру. Отдельно можно отметить Дугласа Луиса, который имеет лучшую оценку в команде на портале Sofascore. Бразилец сделал 9 результативных действий в 20 матчах АПЛ, создал 5 голевых моментов, делал 2,1 отбора в среднем за игру и имеет 55% выигранных единоборств. Благодаря такой игре Луис прибавил 25 миллионов евро к рыночной стоимости. Главным бомбардиром является Оли Уоткинс, забивший 9 голов в 21 встрече. Помимо этого на счету форварда 8 ассистов, 6 созданных голевых моментов и 1,5 ключевых передачи в среднем за игру. Англичанин считается самым дорогим игроком Виланов и оценивается в 60 миллионов евро, а за год он прибавил 28 миллионов евро. Также подорожали Муса Диаби и Джейкоб Рэмси на 10 миллионов евро, Бубакар Камара и Эзри Конца на 13 миллионов евро, Джон Макгин и Эмилиана Мартинес на 3 миллиона евро, Леон Бейли на 5 миллионов евро, а также другие. В нынешней компании Астон Вилла демонстрирует феноменальную игру и имеет все шансы занять место в топ-4, что позволит клубу выйти в Лигу чемпионов и привлечь еще больше высококлассных игроков, если Эмире удастся сохранить положительную динамику, в следующем году мы вновь увидим Виланов в подобной подборке. К слову, совсем недавно мы рассказали про клубы, которые больше всех подешевели за 2023 год. Если не успели это сделать, рекомендуем к просмотру. 4 место. Манчестер Сити. Плюс 180 миллионов евро. Плюс 16,5%. Команда Пепа Гвардиолы провела свой лучший сезон в истории и наконец-то выиграла Лигу чемпионов, навсегда вписав свои имена в архивы футбола. Манчестер Сити смог выиграть Требл и помимо ЛЧ завоевать золотые медали АПЛ и Кубка Англии. Летом клуб покинули Жуау Канцелу, Коул Палмер, Риат Морес, Эмерик Ляпорт и Илка Гюндаган, что принесло в казну клуба 118 миллионов 800 тысяч евро и позволило направить эти деньги на усиление ушедших игроков. Горожане не поскупили с 241 миллионом евро на новых исполнителей, а в Манчестер переехали Ёшка Гвардиол, Матеус Нунес, Жереми Даку и Матео Ковачич. Нынешний сезон складывается для подопечных Гвардиола не так просто, как этого хотелось бы. А команда идет на втором месте, отставая от лидирующего Ливерпуля на 2 очка. На протяжении кампании 2023-2024 многих ведущих исполнителей мучают травмы, поэтому испанскому специалисту приходилось обходиться без Кевина Дебрюйне, Эрлинга Холланда, Родри и многих других. Несмотря на трудности, Манчестер-Сити легко вышел в 1-8 финала Лиги Чемпионов, а уже в следующем туре может стать лидером АПЛ и ведет борьбу за Кубок Англии. В среднем за игру горожане забивают 2,4 гола, 64,3% времени владеют мячом и выигрывают 54,1% единоборств. Лучший бомбардир команды Эрлинг Холланд подорожал еще на 10 миллионов евро и сейчас оценивается в космические 180 миллионов евро. Родри прибавил 30 миллионов евро и стал лучшим полузащитником сезона по версии Глоб Сокер. Хулиан Альварес, достойно подменяющий Холланда и ставший чемпионом мира, подорожал на 40 миллионов евро за год. Рубен Диаш, Жереми Даку и Ёшка Гвардиол прибавили еще 5 миллионов евро. Не обошлось и без потерь, как в случае с Кевином Дебрюйны, который из-за травм и возраста потерял 20 миллионов евро. Но это все мелочи по сравнению с прогрессом большинства игроков. Сейчас Манчестер Сити и дальше остаются главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов, а руководство клуба не пожалеет денег на новые хотелки Гвардиолы, если таковы появятся. Поэтому горожане имеют все шансы и дальше расти в цене. Третье место. Реал Мадрид. Плюс 191 миллион евро. Плюс 22,3%. Совсем недавно Мадридский клуб продлил контракт со своим главным тренером Карло Анчелотти. А это значит, что в Мадриде довольна работа итальянского специалиста и готова вкладывать деньги на новых игроков для усиления состава. В прошлом году мадридцы смогли выиграть Кубок Испании, но отдали чемпионство Ла Лиге Барселоне, которая демонстрировала стабильность на протяжении всего сезона и заслуженно выиграла чемпионат. В Лиге Чемпионов Королевский клуб остановился на стадии полуфинала, без шансов уступив Манчестер-Сити двухматчевую дуэль. Но в клубе остались счастливы выступлениями команды, особенно учитывая тот факт, что громких усилений не было. Этим же летом клуб отпустил большое количество игроков, разгрузив зарплатную ведомость и стабилизировав финансовое положение перед громкими трансферами. Клуб покинул лидер команды Карим Бензима. Марко Асенсио решил не продлевать контракт, так как хотел больше игровой практики, а Эден Азар разорвал контракт по обоюдному согласию сторон и завершил карьеру. На замену ушедшим игрокам были приобретены Джуд Беллингем за 103 миллиона евро, Орда Гюлер за 20 миллионов евро, Франк Гарсия за 5 миллионов евро, а также взяты в аренду Хаселу и Кепа. В нынешней компании Бланкас лидируют в Ла Лиге, но имеют серьезного конкурента в лице Жироны. Совсем недавно мадридский клуб Вель Классика уверенно разгромил Барселону со счетом 4-1 в финале Суперкубка, но при этом вылетел с Кубка, проиграв в экстратайме Атлетика. В Лиге чемпионов мадридцев ждет двухматчевая дуэль против Лейпцига, поэтому есть все шансы продвинуться дальше по турнирной сетке. Реал уже забил 40 голов в 19 матчах Ла Лиги при 11 пропущенных, 59,4% времени владел мячом и выигрывал 53% единоборств. Главной звездой считается новичок летнего трансферного окна Джуд Беллингем, в активе которого 15 результативных действий в чемпионате. Англичанин успел прибавить 60 миллионов евро к своему ценнику, и сейчас оценивается в 180 миллионов евро. Помимо Джуда, Венисиус подорожал еще на 30 миллионов евро, Родриго на 20 миллионов евро, Камовинго на 40 миллионов евро, Мелиттау на 10 миллионов евро. Не обошлось и без падений в цене, так как возраст и травмы берут свое. Например, ценник Куртуа и Алабы упал на 25 миллионов евро, Рюдигера на 15 миллионов евро, Кроссо и Карвахаля на 6 миллионов евро. Главной сагой вокруг королевского клуба остается переход Киллианом Баппе, у которого завершается контракт с ПСЖ. Француз оценивается в 180 миллионов евро, а это значит, что его переход существенно поднимет трансферную стоимость мадридцев. С нетерпением ждем развязки этой мыльной оперы. Второе место. Нью-Касл. Плюс 194 миллиона евро. Плюс 43,1%. Сороки стали, пожалуй, главной сенсацией прошлого розыгрыша АПЛ. Под руководством Эдди Хау Нью-Касл превратился в одной из самых захватывающих историй успеха в футбольном мире 2023 года. Клуб, который еще недавно боролся за выживание в АПЛ, теперь является одним из самых крепких участников чемпионата. Удивительное повышение стоимости команды – это результат стратегически грамотной работы как на трансферном рынке, так и в тренировочном процессе. Эдди Хау, возглавивший команду в ноябре 2021 года, внес свежие идеи и динамичный подход к игре, что не только улучшило результаты на поле, но и значительно повысило ценники игроков. Под его руководством молодые таланты раскрыли свой потенциал, а опытные игроки обрели новую форму, что сыграло ключевую роль в увеличении общей стоимости команды. Кроме того, умелые трансферы, осуществленные при поддержке новых владельцев клуба, привнесли в команду высококлассных игроков, которые сразу же оказали влияние на игровой процесс. Это не только усилило команду на поле, но и повысило ее рыночную стоимость. Летом в клуб пришли Сандра Танали за 64 миллиона евро, который уже успел схлопотать дисквалификацию за азартные игры. Харви Барнс за 44 миллиона евро, Тина Ливрамента за 37 миллионов 200 тысяч евро и был арендован Льюис Холл с правом выкупа. Покинул команду Алан Сент Максимен и Крис Вуд, принесшие в казну клуба 44 миллиона евро. К сожалению, в нынешнем розыгрыше АПЛ дела у клуба идут не совсем гладко, а лазарет команды переполнен травмированными игроками. В чемпионате Сороки занимают только десятую позицию, имея серию из четырех поражений подряд, а в Лиге Чемпионов Ньюкасл занял последнее место в группе смерти, пропустив перед собой Милан, ПСЖ и Дортмундскую Боруссию. Несмотря на все это, есть основания считать, что после возвращения всех травмированных исполнителей, Эдди Хаус может вернуть клубу былые кондиции. Тот же Бруно Геморайнш прибавил в цене 25 миллионов евро, Александр Исак 20 миллионов евро, Энтони Гордон 15 миллионов евро, Свен Ботман 7 миллионов евро, Жоэ Линтон и Мигель Альмирон 10 миллионов евро, Джо Уиллок и Тина Ливрамента 5 миллионов евро, а также многие другие выросли в цене. Ньюкасл Веру Эдди Хаус стал ярким примером того, как целенаправленные инвестиции, сочетаясь с квалифицированным тренерским управлением, могут трансформировать футбольный клуб и перевести его на совершенно новый уровень как в спортивном, так и в экономическом плане. Первое место. Арсенал. Плюс 361 миллион евро. Плюс 47,1%. Канонеры под руководством Микеля Артеты продемонстрировали впечатляющий рост как в спортивном, так и в финансовом плане в прошлом году. Подорожание состава команды почти в половину стало отражением глубоких и кардинальных изменений, произведенных испанским тренером. Этот успех подчеркивает важность долгосрочного планирования и стратегического подхода в управлении футбольным клубом. Артета, пришедший в арсенал с идеями о модернизации игровой тактики и подхода к тренировкам, смог преобразить команду, сделав акцент на развитии молодых талантов и умелом подборе игроков. Его способность максимизировать потенциал каждого футболиста и создать сбалансированную, конкурентоспособную команду оказался ключом к успеху, хотя многие были разочарованы итоговым вторым местом в АПЛ в сезоне 22-23. Особенно впечатляет, как Артета сумел воспользоваться ресурсами клуба, привлекая талантливых молодых игроков и интегрируя их в основной состав. Летом были приобретены Деклан Райс за 116 миллионов евро, Кай Хавертс за 75 миллионов евро, Юриен Тимбер за 40 миллионов евро и арендован с правом выкупа Давид Райя. Также стоит отметить и прошлые трансферы Жизуса, Зенченко и Тросарда, которые существенно помогли Артете. Эти новые игроки не только усилили команду, но и изначально повысили ее рыночную стоимость, демонстрируя впечатляющие результаты на поле. Кроме того, улучшение игровых результатов под руководством Артеты привело к возросшему интересу со стороны спонсоров и партнеров. Что также положительно сказалось на финансовой стабильности и возможности новых трансферов. Сейчас лондонцы идут на третьем месте в АПЛ и сыграют в 1-8 финала Лиги чемпионов, где их ждут матчи против Порту. На счету Арсенала 42 забитых гол в 21 матче чемпионата, 60,7% владения мячом и 49,9% выигранных единоборств. Букаю Сака и Габриэль за год подорожали на 20 миллионов евро. Деклан Райс, Александр Зенченко и Бен Уайт прибавили 10 миллионов евро. Мартин Эдегар – 30 миллионов евро. Габриэль Мартинелли и Уильям Салиба – 25 миллионов евро. А также многие другие добились прогресса. Эти результаты делают Арсенал примером для подорожания в мире футбола. Под руководством Микеле Артеты Арсенал не только укрепил свои позиции в топ-лиге, но и доказал, что умелое управление и терпение руководства могут вывести клуб на новый уровень. Отдельно стоит упомянуть Жерону, которая не смогла попасть в топ-10 подорожавших команд, но также прибавила 127 миллионов евро к своей трансферной стоимости. А это целых плюс 132%. Команда Митчелла не совершала грандиозных трансферов, но благодаря точечным усилениям и гению тренера сейчас борется за золотые медали Ла Лиги и продвигается в Кубки Испании. Такие игроки, как Савио, Довбык и Цыганков подорожали в общей сумме почти на 50 миллионов евро, и если Жерона сможет выйти в Лигу Чемпионов на следующий год, это позволит клубу сделать качественные усиления на будущее. Подводя итоги, 2023 год явно демонстрирует, что успех в современном футболе требует не только спортивных достижений, но и глубокого понимания экономики, маркетинга и управления. Клубы, которые принимают этого внимания, не только добиваются успехов на поле, но и обеспечивают свое будущее за его пределами. Друзья, а какой клуб, на ваш взгляд, больше всех заслужил подорожание в прошлом году? Пишите в комментариях, нам будет интересно почитать ваше мнение. Друзья, для тех, кто хочет иметь дополнительный доход, кликайте прямо сюда и смотрите видео про то, как можно взломать Лаки Джет. Узнайте бесплатно о крутой программе и зарабатывайте сотни долларов. Не упустите возможность! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok